Девять часов 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 Они пришли в бар «Экс», 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 «Экс» на углу Каменноостровского проспекта. Они вышли из автобуса ведомственного, из ведомственного автобуса, какого ведомства прокуратура пока не сообщает, и отправились в составе шеренгами, пошли так, ну так они гурьбой идут, ну не хвостики такие. С ушками, с зайниками, они нарядились с зайниками. Военный оркестр Ленинградского военного округа, краснознаменного и чего хочешь. Нарядился с зайчиками и пошел петь для новых русских. То есть, какого темно-зеленого паза, это или что, вот этот автобус, вот этот пазик? Да, военный автобус с желтой надписью, темно-зеленый военный автобус, с желтой надписью. А, кстати, попробуйте подкатиться поближе на фотографии, может быть, мы что-нибудь даже прочитаем. Нет, это просто полоса, да? Да, нет, похоже, что не прочесть сейчас. Не прочесть, но номера видны, номера видны, это белым на черном, то есть черные номера военные, это военный автобус, это российская армия, российская армия, непобедимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, понимаете? Значит, она, они нарядились с зайчиками и поют. Я, теперь, значит, это позор мундира, позор мундира, все на свете. Военный музыкант, за 40 минут халтуры каждый получает по полторы тысячи рублей. Выезд военного оркестра на халтуру – обычная практика. Военные музыканты играют в ресторанах. Про этих зайчиков все все знают. А это не в первый раз, то есть уже, это у них программа такая. Они зайниками, зайниками наряжаются и ездят. Больше того, зимой этого года один из военных оркестров уже играл в костюмах зайчиков. Был ли это тот самый оркестр? Музыкант – это источник прессы. Костюмы были ли те же? Да. Нам повезло больше, чем этим зайцам. Нас заказывали исключительно в форме, говорит источник, который сливают в прессу. В форме приезжаешь, играешь минут 40, после работы дирижер выдает каждому по тысяче или по полторы тысячи рублей. Министерство обороны бросило. Сердюков поставил задачу зарабатывать самостоятельно. Вот говорит Ивашов, вы знаете, генерал-полковник Ивашов, известный военный эксперт, теперь работающий в этой сфере, и аналитик. Так вот, даже танки сдаются в аренду, говорит Ивашов, в одной из частей так погиб механик-водитель. Какой-то бизнесмен решил прокатиться на танке, все помните это, конечно, и он перевернул танк каким-то образом, сыну показывал. Вот, вы знаете, что Петербург славится теперь уже скандалами унижения, уничижения и опозоривания вот такого вот российской армии и вообще армейских традиций. Вы знаете, что совсем недавно была светская вечеринка на Авроре, на Авроре, которая... Была-была. Да, и там была Эльвира Набиулина, например, и там была из власти, из власти, из российской власти. И там была... Мадам Матвиенко была из власти. Да, там была, кроме девчонок всевозможных с видом шлюшек и новых русских всевозможных, там была Матвиенко Набиулина из приличных людей. Да? Так вот, а теперь, значит, военные оркестры у них там маршируют, нарядившись с зайниками, и играют в барах XXXX. А что, может быть, нормально? Ну, если, правда, задача была поставлена Ивашовым зарабатывать, то... Не Ивашовым, а Сердюковым. Ой. Ивашов. А Ивашов, подождите. Ивашов, генерал-полковник, он такой очень советский человек. Он, который отдавал там интервью. Да, Ивашов, Сердюков сказал, если он действительно сказал зарабатывать самим, то как мы можем их судить? Слушайте, имеют право в нерабочее время? Правда, нет, тут есть нюанс. Они все-таки на служебном автобусе приехали с военными номерами, белым по черному такие номера военные. Ну, если руководство им не платит деньги, ставит задачу. Имеют право. Послушайте, ну, правда, вот в чем честь мундира? Они мундиры сняли, у них там кальсоны под костюмами зайник. Зайник, может быть, треники. Кто знает, может, там форма. Может, они в кульминационный момент расстегивают зайчиков, доставят фуражки, а там погоны. И отдают честь, громко крича «Служу Россию». Да, что-нибудь в этом роде. Да, это был бы, кстати, что-нибудь. Ну, скажите, а в нерабочее время музыканты, военный оркестр ленинградский наряжаются зайчиками и вытанцовывают там что-то такое, музычку нарезают в каком-то баре. Имеют право в нерабочее же время. Алло, здрасте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Борис, меня зовут. Да, Борис. Ну, здесь, мне кажется, два подхода. То есть, с одной стороны, конечно, это бред, что они из военного автобуса вышли в костюмах зайчиков, уже могли бы переодеться на месте выступления. Там все слова-то, может быть. Ну, может быть, но это уже нюанс, что здесь должен был руководитель думать. А, в принципе, то, что они выступали в костюме зайчиков, с одной стороны, действительно, знаете, там, грубо говоря, у человека завтра, у ребенка день рождения, да, ребенок требует велосипед. Да. Здесь у тебя вопрос, наступить себе на горло, значит, или... Ну, это тоже вторично. Здесь вопрос, как к ним относились там. То есть, если это было просто выступление... Если их там всегда щипали за попку, то, значит, плохо. Это уже их личная проблема. А тогда что вы имеете в виду? Я пытаюсь вас расшифровать. Нет, я имею в виду, что отношения в том плане, что если завтра пойдут разговоры, а у нас выступал там аркетер, мы бабла забашляли, а они там зайчик выступали, а дали бы еще, они вообще бы разделись. Это унижение. Если это был просто прикол самого аркетера, ну, тогда они в этом ничего страшного, тогда позору формы я не вижу. Да, 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 да. Спасибо. Спасибо, Борис. Борис считает, что если они с достоинством исполнили в костюмах зайчиков, они же в нерабочее время. Все смотря что. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Владимир зовут. Да, Владимир. А я хотел бы сказать по поводу выступления. Да, по поводу выступления, конечно, давайте. Вы знаете, я жам бывший военный, и, в общем-то, ничего удивительного в выступлении зайчиков я не вижу в свете... Мы уже с вами, Владимир, уже удивляться перестали. Да, просто в свете Сердюковской реформы, обретания нового облика армии, в общем-то, ничего удивительного нету. Хорошо, но это правильно или нет, с вашей точки зрения, имеют право или нет? Да нет, конечно, мундир есть мундир. Спасибо. Нам тут пишут на, это самое, на Росновости.ру, что сам вот... А Еленка, она собирается тоже зайчиком нарядиться. И Настя Анушка лисичкой сделает, да. Спасибо большое, Владимир. Мундир есть мундир. Мундир есть мундир. Что? Лисичкой, да. Это могло бы быть, кстати, мне кажется, успешным. Какой-то, да-да-да-да. Проходить по клубам в костюме лисички. Да-да-да. Посмотрите, пожалуйста, в инете продолжение Человека Грызлова, Настя. А, вы можете? Да, конечно. Вот, продолжение вышло, нам пишет Кафр, пишет, что вышло продолжение Человека Грызлова. И предлагает нам посмотреть. Еще нам пишут, что у нас нехороший звук идет от веб-камеры. Те, кто нас смотрят в интернет. Есть новый? Вот, секундочку. Ну, посмотрите, эпизод 2. Проанализируйте, пожалуйста. Мосгаз подтверди, шеф был какой-то с усами. Обещанный пожар Москвы. Нельзя прочитать, 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 прочитать. Я пока поговорю все-таки о зайчиках. Нет, я поговорю пока. Позвольте, позвольте о зайчиках. Позвольте о зайчиках. У нас в веб-трансляции плохой звук. Вчера починили, но сегодня опять сломали. Ну, нормально, так всегда и бывает. Будем опять чинить. Алло, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Дмитрий Подмоскович. Да, Дмитрий. А может быть, это была новая форма маскировки? А может быть, это и была форма от Юдашкина, елки, вот та самая. Да, 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 за которую там что-то говорили, что-то не по 50 тысяч комплектов. Может быть, уже раздали им новую форму, понимаете, от Юдашкина. Туна на всех не хватило, начали с военных оркестров. На него зайники ходят в новой форме. Может такое быть? Нет, запросто. Ну, а так, если серьезно, помните, вот недавно Путин говорил о прибавках, там все с таким патерналистским настроением, 22 тысячи, но все как бы все понимают, жить на это нельзя. Слушайте, а вот вопрос, который я сейчас военному буду адресовать. Лидия пишет, а вы не правы, потому что вопрос должен быть к командирам, а не к музыкантам. Вот это не правда. Не, ну, вряд ли это самоволка, конечно. Дмитрий, нет. Выехать за территорию части на автобусе без всяких документов. А я не согласен, а есть приказы командиров, которые нельзя выполнять. Военный музыкант подчиненный, поэтому вопросы к командирам, по приказу которых они идут в коммерческие концерты. Нет, но у нас же не Америка. Нет, секундочку, правильно. Это там нельзя выполнять преступные приказы. Нет. А здесь, по-моему, нельзя не выполнять любые приказы. Нет, а если нас с вами зайчиками начнут наряжать, какого угодно начальства, мы ведь не станем одеваться. Нет, ну, смотря какая сумма, а то я одену. Нет, пойдем в карцер спокойно. А? Не знаю, не знаю. Здесь вот это сложный вопрос. У них устав. Не знаю, давайте военных смотрим. Военных, военных, военных. Спрашиваем военных конкретно. Может командир приказать одеться язайчиком, а ты должен выполнить. Военные, пожалуйста, ответьте нам на этот вопрос. Командир приказывает. Так надо, он говорит. Не объясняет. Не объясняет и все. Он говорит, товарищ там, старший лейтенант, товарищ сержант. И все. Алло, здрасте. Доброе утро, Станислав. Военный музыкант запаса. Да, вот расскажите нам, пожалуйста, Станислав. Командир приказал. Сергей, дело в том, что, например, командир на уровне дирижера оркестра, начальника оркестра, сам едет. Да. И разговаривать вороничным тонем на эту тему считаю некорректным, потому что я служил, я видел, и я знаю, в каком положении. Расскажите, давайте корректность введем, корректность сейчас временно, исправим быстренько. Давайте. Вот в чем дело. Надо понимать, даже в Москве, в центре нашей необъятной России, положение контрактника, особенно в военном оркестре, оно не бедственное, оно нищенское. И о какой чести мундира можно говорить, когда ему семью нечем кормить на то жалование, которое он получает? Говорить об этом надо с некоторой горечью, мне кажется. Они вынуждены это делать. Они рады бы это не делать. И помните о чести мундира. Но когда людям не на что семью содержать, они живут, не поймут в каких условиях. Можно ответный вопрос? Можно что угодно оправдать. Почему они не увольняются из рядов, не идут работать в бизнес или еще куда-то, чтобы можно было прокормить семью? Почему не наказать армию таким образом? Вы поймите, военно-музыканты это не вполне военные люди. Это люди творческие, в первую очередь. И некоторые из них безумно талантные. Да, это понятно. Уйти в бизнес для них это... Хорошо, нет в бизнес, музыкальный бизнес, почему нет? Делать аранжировки, сидеть на радио, где угодно. Кто-то этим занимается параллельно. А почему те у кого маленькая зарплата? Я, Станислав, все-таки считаю, я с огромным неудовольствием, с натяжкой, и я не хочу принимать аргумент, что за бедность мы готовы зайниками ходить. Понимаете? Тогда за бедность пусть попку подставляют. Знаете, извините, не надо так это все обосновывать. Это неправильно. А? Где вы? Он провалился. Я не выключал телефон, а сам обломался. Нет, я понимаю, аргумент бедности для меня понятен. Я понимаю, что Катюша Маслова, все понятно, значит. Все я знаю очень хорошо. Бедность, нужда, тяжелые обстоятельства. Сонечка Мармеладова, все понятно мне, все. Все понятно. Только, ребят, это не для армии обоснование, понимаете? Я не думаю, что это для армии нормальное, это что-то объясняет. Вот мне это ничего не объясняет. Алло, здравствуйте. Да, слышу, здравствуйте. Вячеслав, Подмосковье. Вячеслав, вы армейский. Конечно. Сергей, все, очень серьезный разговор. Да. Значит, командир не только отдает приказания, но иногда делит на две-три части оркестры в разные места, их отправляет, а затем он, конечно же, приказывает прапорщикам старшим принести прибыль. И последнее. Значит, может быть, это такой коварный ход Ленинградской прокуратуры, и они подбираются к самому главному вопросу. Вот кого, о чем вы говорили, Набиуллина и Матвиенко, они их там отплясывали на кресле, и вот... Ну, насчет отплясывали точно не могу сказать, но посещали вечеринку, да? Не, ну, а может быть, они, обрядившись, допустим, одна в Шахеризаду, а другая в Зыкину, пели и получили тоже за это деньги, и прокуратура сейчас следующим шагом будет расследовать это дело. Понятно. Но вы считаете, что это не только от нищеты, но это еще и извлечение прибыли командирами? Это прежде всего извлечение прибыли командирами. Это прежде всего. Спасибо большое. Вот Вячеслав, военнослужащий из Подмосковья, говорит, что это извлечение прибыли командирами. Понятно. Значит, рассказывать, что мы бедненькие, мы убогонькие, и за это мы оказываем услуги вот такого рода, не хочу принимать. Вот, Станислав, ну, поймите, ну, конечно, разные крайности у человека бывают. Конечно, человек через достоинство не должен переступать, но иногда переступает, история знает эти примеры, литература знает, описанные примеры не из истории, но созданные гением. Когда человек, да, переступает через собственное достоинство, объясняя, что есть высшие соображения. Да, так бывает. Вот высшие соображения, спасти ребенка от голода из-за этого, там и так далее, понятно, да? Но я не думаю, Станислав, что... Я думаю, что мы сейчас, жонглируя вот этими вот высшими соображениями, рассказываем армейцам, как нужно переступать через чувство достоинства, через погоны, так сказать, плевать на погоны. Не думаю, что это правильно. Вообще дело не совсем в погонах. Обычный человек, вы бы одели на себя костюм зайчика? Понимаете, в чем дело? Я все-таки настаиваю на погонах, потому что... Нет, если каждый сам себя сейчас спросит, вот я честно могу ответить, что я вот лично сейчас не готова одеть костюм лисички или зайчика. Ну, если даже мне скажут, что я выступаю в вечеринке... Я думаю, что для меня главное погоны, потому что люди все разные. Один не наденет, другой наденет. Все люди разные. Но если ты офицер или ты военнослужащий, то здесь ты должен думать не о себе. Кто-то, может быть, тайно придя дома, запирается и бегает в костюме зайчика. Понимаете? Вспомните эти замечательные фильмы Вуди Алина, да, когда он переодевает... Кто-то дома переодевается в женское, может быть, кто-то надевает бюстгальтер дома и как-то красиво, став перед зеркалом, смотрит, как он смотрится в бюстгальтере. Есть такие мужчины. Но если ты, братец, служишь в армии, ты армию не должен позорить, прежде всего. Про себя уже забыли, да? Армию не должен позорить. Ладно, погнали. 9.25. Погнали дальше. Обзор прессы. Русская служба новостей. Реклама. С наступлением тепла на территории Москвы и Подмосковья установились отличные условия для страхования вашего автомобиля. Программа «Отличная каска» от компании «Контакт Страхование». Тариф от 3,3%. Выплаты до 30 тысяч без справок. Если ваш стаж вождения от 4 лет и стоимость автомобиля от 700 тысяч рублей. Страховая компания «Контакт Страхование». Залон «Контакт Страхование». 276-09-96. 276-09-96. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице «Петр Первый» в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане «Романов». Завтрак в постель, хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4 250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице «Петр Первый». «Оазис Спокойствия» в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Рецепт маринада. Соль, перец, гвоздика, чеснок. Программа «Маринад». Интересный гость, острые вопросы и щепотка листья. По субботам, после часа дня. Марина Хелькевич маринует своих гостей и подает к обеду слушателям «Русской службы новостей». «Русская служба новостей». Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем. Даренко. Найросен. Обзор печати. У Настя Аножко молниеносный обзор печати. А он начать его с обзора человека Грызлова или как? Нет, что Грызлов после. Да, да. Хорошо. Значит, у нас все газеты пишут про Обаму, который вчера встречался из Путина в Нового Гаре, пил чай, фотографии повсюду. В комсомолке и мужчина вот этот сапогом, который раздувал самовар. Очень широкое обсуждение в общественности. Сейчас в нашей российской смотрите «Комсомолку». И остальные издания все абсолютно об этом написали, о чем говорили в том числе. Кстати, Владимир Путин в этот же день потом посетил в дневниках логово ночных волков. И они рассказали о том, что будет мотопробег. Он уже начался в честь освобождения Севастополя. Тоже смотрите в любом издании, в том числе в российской газете об этом есть. Ведомость рассказывает о том, что должники теперь смогут платить штрафы и все свои долги оплачивать прямо в аэропорту, откуда их, естественно, приставы и сотрудники таможни не будут выпускать. Правда, выходить за рубеж все равно можно будет только через неделю спустя и, к сожалению, не сразу. Об этом в «Ведомостях» и в газете «Газета». «Газета» еще рассказывает, как и остальные, впрочем, издания, о том, что сегодня же начинается встреча большой восьмерки в городе Аквилла. В Аквилле было землетрясение, и Берлускони, чтобы привлечь внимание общественности вот к тому, как восстанавливается после бедствия город, решил провести совещание с лед восьмерки именно там. Причем «Газета» также сообщает, что решилась проблема с первой леди для Сильвия Берлускони. Напоминаем, что его жена подала на развод и не собирается его сопровождать, поэтому он выбрал себе в сопровождении для встречи первых леди глав восьми государств министра равных возможностей, которой 33 года, и она бывшая топ-модель, снималась в том числе топ-лес для многих известных журналов. Еще у нас в Комсомолке прямо на первой полосе стенограмма допроса Шурмана, который ограбил, он инкассатор, я напомню, ограбил собственный автомобиль инкассаторский, пригрозив коллегам, и в результате 250 миллионов рублей унес с собой, так вот его в скором времени поймали. Теперь допрос, в общем, теперь у нас в Комсомолке, и сегодня придет в 11 часов к нам журналист, который... Раздобыл эту стенограмму, опубликовал. Послушайте, стенограмма, сегодня в 11 Настя принимает автора статьи, которая публикует, раздобыл эту стенограмму, автора из Комсомолки, уникальная, читаешь, плачешь, боже мой, вот где, 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 где Лисков? И аргументы, и факты рассказывают... Где Лисков, где Платонов, Андрей? Прочь. Это про то, что Шурмана нужно делать какое-то полотно. Оно, скорее всего, скоро появится. И аргументы, и факты еще рассказывают про ученого, который работал на Западе и вернулся, получил президентскую премию для молодых ученых, 2 миллиона рублей. 9 часов 30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. А мы с Настей спорим во время здесь новостей, как лучше, как благозвучнее. Джотто – это джиотто, да, отто – это 8 просто. Значит, джотто – это, по существу, это Г-8. Да-да-да. И Настя говорит, что по-итальянски джотто красивше выйдет, чем по-русски Г-8. А мне Г-8. А мне джотто, кажется, это же сразу отсылает нас к джотто де Бонтоне. А Г-8 куда нас отсылает? Г-8 куда нас отсылает? Г-8 нас никакому художнику не отсылает. Что-то отсылает. А Г-8 отсылает гораздо более глубинным вопросам и проблемам, мне кажется. Г-8 и все, и точка. Понимаете? Я бы, может быть, Сорокину предложил какой-нибудь такой вот образ. Г-8. Г-8 – отличное название для романа. Конечно, конечно, конечно. Значит, все. Интервью Шурмана. Интервью Шурмана. Интервью Шурмана. Да. Ну, стенограмма. Интервью, в смысле, в следственном кабинете. Следователь. Следователь, да. Это что-то за предельность. Следователь взял интервью. Как мне это нравится. Это большое произведение. Сегодня в Комсомолке. Я настаиваю, это обязательно для прочтения. Просто посмотрите, и на сайте висит. И сегодня в 11 придет корреспондент, который готовил эту публикацию. И сегодня в 11 всех приглашаю поговорить. И сейчас хочу это обсудить. Обязательно для прочтения стенограмма допроса Шурмана. Инкассатора, который унес 250 миллионов рублей. Слушайте, это за предел какой-то. Это вот какое-то такое бытописание. Смотрите. Проблемы, какие отношения... Следователь, какие отношения с женой, родителями раньше и потом? Проблемы в отношениях были? Шурман. Не очень с родителями, с тещей в основном. Следователь, в связи с чем? Шурман. Говорит, мешал ей. Может, личная неприязнь? Следователь, это ваши догадки? Шурман. Замечал по действиям? Следователь. Чем мешал? Чужую площадь занимал? Шурман. Да теща спрашивала, когда купите квартиру, когда купите, берите ипотеку, а у меня и так этих кредитов. Какая ипотека? А он сделал следующее. Шурман. Слушайте, когда Шурман женился на Лене, Лена это его жена, она 12 лет старше. Она была в 11 классе, когда он с ней познакомился и любовь у них вспыхнула. Ну, она в 11 классе, 17 было, значит, ему 29. Ну, вот. А она досталась ему, не Лена досталась, нет, квартира досталась. Он развелся с предыдущей женой. И ему комната досталась. Он эту комнату продал. Купил несколько пассажирских газелек и запустил бизнес. Ну, бизнес прогорел этот. Кроме этого, он набрал кредиты и еще. Он должен... Маме купил дом. Мама у него в Верещагине, в деревне. Мамочка у него там с племешом живет. А он купил домик ей в кредит. Вот в чем Петрушка. Значит, Лена Шурман. Вот здесь фотография. Финансовое положение плохое, говорит следователь. Жена работала, Шурман. Она работает и учится. У нее все деньги уходят на образование. Следователь, где работала? В Вивате мерчандайзером. Вот это Лескову не снилось, конечно. Это абсолютно... Да? Да. Это... В Вивате мерчандайзером. Следователь, обучалась заочно? Шурман. Да, в сельхозакадемии. Следователь, платно? Шурман. Да. Какая сумма, следователь? Шурман. Наверное, 30-35 тысяч семестр. Точно я не знаю. Сколько могу, приношу, отдаю ей. А дальше я не влазил в ее финансовые дела. Но если хотите, это можно узнать. Следователь, у жены какой доход в месяц? Ну, где-то 10 с небольшим. Может быть, 12. Не интересовался даже. У нее на бензин почти все уходило. Она на машине всюду ездила. Ничего не оставалось. Ваш доход, следователь. Шурман. 20 тысяч рублей с небольшим. Тоже скачет по-разному. Последние месяцы вообще сказали, что премии не будет. Будет где-то 10. У меня оклад 10 тысяч 500 рублей. Смотрите, у нее 10, у Лены Шурман. У него 10. Но иногда дают премию, иногда нет. Значит, понятно, да? Больной сын. Мама в Верещагине. На которой он домик купил, потому что она с племянником. И это деревня. И, значит, он кредит все сделал. Он все продал, купил газельки. В бизнес он пошел. В малый бизнес он пошел. Купил несколько газелек и начал возить по маршрутной такси. И все это дело гавкнулось. Спина болит, потому что мелочь таскает. И все, он говорит, все в отделе, у всех спины больные. Мешки ж с мелочью таскаем. Значит, спина болит. У сына хронический бронхит. Но не бронхит, говорит, колют от бронхита, а какая-то другая болезнь. А сына, главное, лет 5 всего. Да, 2005 года рождения. 4, наверное, или 5, да. Или исполнилось 5, или нет. Значит, сын больной хронически. Надо на юг бы сына. На юг бы надо. Три кредита не выплатил, кроме маминого Верещагинского. Еще два кредита. Зарплата вместе с женой 20 тысяч. Она в вивате мерчандайзером. Понятно, да? Вот оно счастье. Вот оно счастье-то. Вот оно счастье. И когда его следователь спрашивает, а когда ты задумал? Он говорит, да я и не задумывал, в общем. Честно говоря. Так, в общем, думал, да или нет. И в день еще, когда совершал преступление, еще в день. В день. Вот в тот день, когда уже он наставил пистолет на своих коллег. Он не знал, что там 250 миллионов. Он надеялся, что меньше, кстати. Об этом тоже говорится. Значит, и в этот день, он говорит, я не знал, что пойду на это. Вот в этот день не знал, что пойду на это. Но перед самым выездом пришел дружок из отдела. Сказал, денег нет и не будет. Там какой-то дружок ходил по начальству. Конючил там, что будет премия или нет. А у него 20 тысяч с премией зарплата, а 10 без премии. Понимаете? 10 500. То есть это 9, наверное, где-то такое за вычетом 13%. Понимаете? Значит, жена учится в сельхозаконимании. Ну, я уже все перечислил обстоятельства. И вот он, значит, следователь ему говорит, не получится, как-то там с явкой, с раскаянием, да? Ну да, да. Чистосердечное признание. Следователь ему говорит, чистосердечного-то не получится, раз врешь, что заранее не задумал, говорит следователь. А Шурман говорит правду, говорю, не знал до последней минуты. Вот до последней минуты. Не знал. А? Пойду на это, не пойду на это. Виновен? Это ребенок, это история ребенка. Это история народа ребенка. Это история народа ребенка. Понимаете? Все кредиты, какие только можно было взять, взял, квартиру продал, купил газельки. Это все, он сделал все, что положено сделать ребенку. Понимаете? Вот все. Все. Парень-то неплохой, он про себя рассказывает. Он служил в 91-м, 93-м на Кавказе, то есть до 94-го, до Чеченской войны. Но там хватало разных конфликтов. Участник боевых действий по документам. Он говорит, я с детства ничего чужого не брал. Я ненавижу тех, кто берет чужое. Я, говорит, всегда рассчитываюсь и все. И это первый раз, когда он взял чужое. Как бы, но не считая, что это чужое. Сколько кредитных выплат в месяц? 12-13 тысяч в месяц, отвечает Шурман. А еще квартплата. Ребенок болеет. Копили, откладывали. Хотели его на юг свозить. Заболевание-то у него какое, следователь? Аллергия на что-то. Не могут определить. А то есть с высчитан квартплаты и расходов на жизнь вам не хватало, Шурман. Не хватало. И ребенку ведь не скажешь, что кризис. Понимаешь, да? То есть они жили под процветание. То есть они в процветание верили, как в характерное и правильное состояние. То есть они считали, что процветание, вот это процветание 2001-2007, это процветание по существу, ну, хорошо, март 2008-го. Ой, май, 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 май 2008-го, если по индексу РТС. Настя, на самом деле в августе 2007-го года все гавкнулось, Россия по инерции еще топталась до мая 2008-го. На самом деле реально уже гавкнулось и хорошенечко, так это в августе, а потом в октябре, в конце октября 2007-го года. Но Россия про это не знала, она жила все время в процветании, понимаете, да? Потому что газет никто не читает, нахрен нужно, тем более американские. Кто будет читать американские газеты? Это же враги пишут. Это же идиоты, правильно, да? Мы умные, а не идиоты. Ну и так далее. Значит, вот я вас спрашиваю, виновен или не виновен? Вы присяжные, вы присяжные, все вы присяжные, вы присяжные, гилти над гилти, все, как в кино, гилти над гилти. Виновен или не виновен? Шурман, Шурман, жертва процветания, жертва процветания по существу. Он считал, что процветание, это не то, что случилось, вот так произошло, и надо скорее как-то подкопить, может быть, и скорее, и скорее, может быть, как-то зарыть какие-то там, я не знаю, копеечку на плохие времена. Он считал, что процветание есть нормальное состояние России. Нормальное, естественное, обычное, правильное состояние России. Вот что такое процветание. И он исходил из этого. Я перезагружаю голосовательную машину раз за разом, и я думаю, может быть, с третьего раза мне удастся ее подключить. И вот, да, виновен 660-0691. Виновен 660-0691. Именно в краже, спокойно, он виновен в том, что считал Россию стабильно процветающей, это правда. А в краже он виновен 660-0691. Вот вообще вы чувствуете за ним вину? Невиновен 660-0692. Невиновен 660-0692. Я вижу перед собой, по этому интервью, просто ребенка. Я вижу ребенка, который с залысинами, который... Вот такой ребенок, он хороший. Я не знаю, за что его ударить. Можно ли его ударить, Шурмана? За что? За что? Он хороший ребенок. Он как учили. Он как учили. Он читал газеты, все, что пишут, он читал. А что в газетах? Встал из колен, там, ну, тыр-пыр, восемь дыр, там, счастье пришло на... Ну, короче, он, 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 понятно, да? Он смотрел телевизор с Петросяном, там, со всеми пирогами. Он смотрел... Ну, он, он хороший. Он хороший. Понимаете или нет? Ну, да. Что, да? Понимаю. Виновен или нет, Настя? 660-0691. Ха-ха-ха, хитрая, вот, зараза. Хитрая до чего? А? Ну? Виновен. Виновен, 660-0691. Да, виновен. 660-0691. Подожди, мы как говорили? Все наоборот будет. Виновен. Виновен, это один, да, у меня вот записано. Виновен, 660-0691. Виновен. Не виновен. 660-0691. Не виновен, 660-0692. Невиновен, 660-0692. Останемся на минуту, вернемся, подведем итоги голосования, обменяемся репликами. Русская служба новостей. Реклама. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице Петр Первый в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане Романов. Завтрак в постель. Хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Уазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. Она не боится выглядеть смешной. Она не боится казаться наглой. Она считает, что она права. Атака Марии Сергеевой. По средам в три часа дня. Держи удар. Вступай в спор. Атака Марии Сергеевой. На РСН по средам. Экономика вовсе не так скучна, как кажется. Экономика – наука с отличными средствами для поиска ответов. Любых ответов. По средам в восемь вечера. Повседневная жизнь с экономической точки зрения. И экономика с точки зрения повседневной жизни. Алексей Зубец. В программе «Нескучная экономика». В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. Идет голосование Шурман. Сегодня потрясающее, потрясающее интервью. Не интервью, нет. Допрос, который интервью, конечно. Конечно, конечно, не допрос, который потрясающее интервью. Следователь из Шурман в Комсомолке. Автор, человек, который достал это и опубликовал это, будет здесь, в нашей студии, в 11 часов с Настей Аножко беседовать. Слушайте. Виновен, невиновен. 660-06-91. Шурман виновен. 660-06-92. Нет, невиновен. Что повлияло, следователь? Что повлияло, Шурман? Ну вот этот момент. Когда сказали, что зарплаты не будет, денег не будет. А я назанимал долгов. Я сидел, надеялся. И не я один. Весь отдел. Следователь. Когда вам сказали, что денег не будет, Шурман, так в этот день. Утром рано парни пришли, сказали, видели сотрудника, тот сказал, денег не будет. Понятно, да? Он еще и в этом ребенок. Послушайте, внимание. Внимание. Они не общаются с руководством. Потому что не имеют права общаться с руководством. Потому что это русские люди. То, что руководитель, царь, бог, полубог, восседает на Олимпе. Он не обязан объяснять быдлу ничего. Понятно, да? Нужно зайти в бухгалтерию. Нельзя зайти никуда. Потому что ты должен работать. Зайдешь, начальник скажет, ты по бухгалтериям умный, шибко. Пошел вон отсюда. Понятно, да? Значит, он говорит. Слушайте, внимание. Он в этот день решает совершить преступление. Забрать 250 миллионов рублей. В этот день. День в день. Да, он беседовал с Худяковым до этого. Что может чего. Но вообще, говорит, реально не знал, буду делать, не буду делать. Да и тот не знал, будет он делать, не будет он делать. Поэтому он и мобильным все время пользовался. Слушайте. Так он день в день решает ограбить. И говорит. Но источник, смотрите, информации какой у русского человека. Источник. Вы понимаете? Нет. Он не требует начальника, чтобы начальник объяснился. Нет. Не имеет права. Здесь и сейчас на этих широтах. Человек не имеет права спрашивать начальника. Внимание. Утром рано парни пришли, сказали, видели сотрудника. Тот сказал, денег не будет. Понимаете? И все. 25 июня, значит, вы 25 июня в нервном состоянии находились? Шурман. Да. Если увольняться, надо работу искать. Все это в голове сидело. Ребенка надо было на юг везти. Ребенок хронически больной. А если увольняться, месяц-два ничего не будешь получать. В нашем случае в банке три месяца на испытательном сроке будешь сидеть. То есть, если перейти в другой банк, то три месяца на испытательном сроке бесплатно работаешь. То есть, заранее мысли не было, именно 25 июня, Шурман, не было. Вас обвиняют, что вы Шурман. Не было мысли. День в день мысль пришла. Вот и все. Решение. Понимаете? Виновен, не виновен. Это суд над ребенком. Это арестованный ребенок. С нами говорит ребенок. Такой же, как еще 140 миллионов человек. Это дети. Стоп. Голосование закончено. 26,7% присяжных наших. 26,7% наших присяжных. Да, виновен. 26,7%. Запишите, пожалуйста. 26,7%. 73,3% нет, не виновен. 73,3% нет, не виновен. Понятно, да? 73,3%. Все. Вот понятно вам или нет? Понятно. Вы-то где голос? Теперь вы можете. Вы же уклонялись. Теперь вы, Настя. Давай, виновен или не виновен? Что? Гилти над Гилти. Быстро. Все, кино смотрела? Гилти. Почему? Ну, он украл. Но у него всегда есть выбор, как и у любого человека. Он мог бы начать искать работу, еще работая инкассатором. Он мог бы сменить род деятельности. Он мог бы уехать в другой город. Мало ли всяких возможностей у людей. Люда пишет на Людмиле. Его жизнь и процветание, это из разных опер. Неправда, Людмила. Неправда. Он жил в процветании. Он жил в процветании, потому брал кредиты. Он жил, он жил как ребенок, которому пообещали, что будет все. А потом, слушайте Людмила, вот как он обосновывает, почему надо было совершать преступление. Одного видели, один сказал, что говорил с одним, что денег не будет. Понимаете себе источник, примерно, вы понимаете источник? Вот вы сидели, видели одного парня. Он одного видел, тот сказал, что ему сказали, денег не будет. И он идет с пистолетом и крадет. Понимаете себе, что это ребенок, на секундочку, который жил в процветании, вставал с колен вместе со всеми, набирая три кредита, и черт его знает еще чего, под свою зарплату нищенскую. Я вижу перед собой ребенка, я не знаю, где вы видите злодейство. Алло, здравствуйте, алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, слушаю. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Меня Игорь Сергеевич. Как? Игорь. Да, Игорь, меня просто Сергей называете, да. Хорошо, Сергей. Но вы знаете, я хочу сказать, вы просто противоречите себе, в случае с Аркенцем вы говорите, что бедность это не оправдание, а в случае с Шурманом говорите, что это оправдание. Я не противоречу, я не противоречу, потому что там нет, а я не противоречу, потому что там люди роняют достоинство. Там люди роняют достоинство. То есть украсть это не уронит достоинство? Как бы вам сказать, грабитель, грабитель выглядит волевым и сильным, он не ходит в наряде зайчика. А если он не ходит в наряде зайчика, то в этом усматривается коварство, а не уронение достоинства. Я бы так не сказал. Нет, он виноват. Я считаю, он виноват. Украсть это не выход из положения от бедности, вы согласитесь? Да, 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 не лучшее положение. Не лучшее выход из положения. Согласен, 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 что это не лучший выход. Но тут еще какая мистика. Да ведь я и не говорил, что это лучший выход. Вы слышали, хоть раз, чтобы я сказал, это и есть лучший выход? Нет. Алло, здравствуйте, я говорю, что он жил как ребенок всю свою жизнь. Икрал как ребенок, все делал как ребенок. Да, здравствуйте, как вас зовут? Это Владимир. Да, Владимир. Я считаю, что так как сейчас ведет себя наша власть, скоро не только Шульман, а большая масса народа пойдет поступать точно так же. Выхода нету у народа. Вы видите все-таки в этом некое волевое решение народа. Вот когда вы говорите, они станут поступать, Владимир, в ваших словах звучит воля и решимость. А мне кажется, извините, а вы оспорьте, пожалуйста, мои слова. А мне кажется, что он жил как ребенок и крал как ребенок и признается теперь как ребенок. Здесь нигде нет воли. Воли нет ни полсекунды. Нет, вы меня немножко не запоняли. Да. Я имею в виду, так как сейчас ведет себя власть, народ наш вообще, как этот ребенок, весь. И у него уже приходит предел. И это не только один вот этот парень, это пошел, это грабить. Скоро массово пойдем грабить. Так вы говорите с обид... Видите, извините меня, пожалуйста, я ни в коем случае не пытаюсь звучать обидно, но я хочу сказать, разве ваши слова, это не слова, иллюстрирующие понимание ребенка? Раз ведет власть, то мы будем вести себя в ответ. Разве вы не подросток, который хочет отомстить отцу? Я не отцу хочу, я там... А вы власть полагаете отцу? Отец с детьми так не поступает, как власть народа. Вы хотите, правильно, вы подросток, который хочет... Вот если бы он был бы отец, если бы была бы власть, отец бы нам бы, мы бы так бы не поступали. Мы-то себя ведем, как дети, к родителям, а власть с нами обращается, как... Совершенно верно. Как передают с пазанками с какими-то. Спасибо огромное, спасибо. Вот Владимир точно. Настя, надо это выучить. Спасибо вам огромное. Владимир сказал вещь гениальную и лучшую из всего, что прозвучало. Опять неволевое решение, обида. Обида, что отец плохой. Обида, что отец как бы провозгласил отеческие принципы, патерналистские. Что вы слушаетесь, а я вам за это попу вытру. И ужин подам на стол. И так далее. А к дню рождения вам подарит котенка. Понимаете, народу пообещали, сказали, вы слушаетесь, народ. Слушайте, за это будем давать кредиты. Значит, а дню рождения котеночка подарим. Вот. А вы слушайтесь, а мы вам за это попку вытрем. Вот и все. Значит, а теперь, а теперь ребенок, подросток уже, говорит, что плохой оказался этот... Ой, мы на бирже не позвонили, елки, ну ладно. Значит, плохой оказался отец-то. Отец перестал ужин накрывать. Вот, обещал. Так это же все равно поведение ребенка. 9.55, движемся дальше, мимо биржи. Слушайте, потом во время новостей позвоню Льву Быстрову, признаюсь, что я гад такой. Время его сожрал. Прямо в движении рубрика. Русская служба новостей. Реклама. При отсутствии одного или нескольких зубов раньше бы вам установили протез. Мы предлагаем самое современное решение. Установку имплантов, искусственных аналогов зубов. В день обращения вы получите идеальную улыбку с гарантией на всю жизнь. А главное, только у нас. Стоимость одного импланта от 11 тысяч рублей. И вы не найдете дешевле. Звоните и записывайтесь на бесплатную консультацию и диагностику стоматолога по телефону. 787-03-03. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Русская служба новостей. Москва. 107-0-ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Прямо в движении. 9 часов 57 минут. Где едете, что видите? Где едете, что видите? Говорят, там удивительные дела какие-то творятся у нас в центре. Как будто бы американское посольство в рамках демократии выезжает в аэропорт. Из-за этого, к черту, и матери все поперекрывали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, как вас зовут? Меня Иван. Да, где вы едете? МКАД, внешняя сторона от Ярославки, даже до Рублевки, стоит просто мертво вообще. Мертво. Это потому что в рамках демократии, и это для торжества демократии не жалко. Кто всегда правый, Сергей? Нет. Для сатратии прогнуться противно и омерзительно. А для демократии прогнуться, это правильно, очень духоподъемно. Нормально, нормально. Безспорно. Спасибо вам огромное. Вот человек чувствует себя, что он делает для демократии, а именно стоит в мертвую, понимаете? Это, может быть, какой-то такой ритуал поклонения демократии. 9 часов 57 минут, спорт, погнали. 10 часов 4 минуты, среда, 8 июля. Здравствуйте, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Настя смотрит доллар. Доллар пошли сделки, 31.66, доллар чуток подрос. 31.66, свежие сделки, вот только что начались на МВБ. Позвонил я Льву Быстрову, извинился, что мы его время съели. Ничего, завтра, он говорит, завтра. Человек-Грызлов, Человек-Грызлов. Да, вышел эпизод 2 Человека-Грызлова. Вы знаете, это знаменитый комикс, сделавшийся мгновенно знаменитым, где Грызлов, прищурив бровь совершенно строгим видом, борется с кем? С черным? С черным олигархом. С черным олигархом. Человек-Грызлов против черного олигарха. И что же, в чем сюжет нового произведения? Там появляется новый герой. Шеф. Нет, оборотень в погонах. Оборотень за нас? В погонах, нет, оборотень в погонах. Оборотень в погонах работает на черного олигарха. Черного олигарха, флаг велик... У черного олигарха здесь флаг, нашит флаг на рукаве, флаг Великобритании. Черный олигарх сидит в Великобритании, таким образом... Нет, это он вернулся, Грызлов, Человек-Грызлов. Я говорю про черного олигарха. на одежде черного олигарха, лицо которого не видно, на одежде черного олигарха нашит флаг Великобритании. Ну да. Вы понимаете, о чем речь? О ком? Нет, значит, все-таки забашлял Березовский. Это было соревнование, кто там будет выйти. Невзлин проиграл. Смотрите, какая фигура у черного олигарха. Невзлин проиграл, потому что иначе был бы флаг Израиля. Но флаг Великобритании. Таким образом, Невзлин проиграл Березовскому. Ура. Итак, что же дальше? Супергерой. Значит, посмотрим, какой он супергерой. Найдите мне оборотня в погонах, говорит черный олигарх с флагом Великобритании. Мы продолжаем бороться с домом Винзоров. Ну так что же? Ну так и вот они находят. Оказывается, в результате мы узнаем в этом оборотне в погонах. Плохие пьют водку. Смотрите, плохие пьют водку. Уговаривают оборотню убить всех в магазине. Потом Евсюкова показывают дальше. Да. И якобы он был ангаже такой от черного олигарха. Евсюков был. А где же появляется Человек Грызлов? Вот он здесь уже делает покупки рядом за соседней полкой. Итак, Евсюков стреляет по приказу черного олигарха людей, а Человек Грызлов... Да, причем еще... А он выскакивает из-за соседней полки или... Нет, он парит. Он парит над Евсюковым. Человек Грызлов парит над Евсюковым. Чего-то у него БГ написано. БГ написано у него. Борис Гребенщиков. Не важно. На груди БГ. А, это Борис Грызлов. Не важно. Значит, и он кричит ему... И он кричит ему сверху паря и упиваясь полетом брось пистолет. Вместо того, чтобы отнять пистолет, Человек Грызлов, упиваясь полетом, воспарив над ситуацией, кричит брось пистолет. Да, ну и что же? Ну там, бах, бах. Все боятся за Грызлов. Человек Грызлов, берегись. Дальше, дальше, дальше. Хрязь. Потом хрязь фигурирует. О, нет, он не наркоман. Я уже видел, какие таблетки. А, у него глаза же расширены. У него расширены. Но это значит, что у него таблетки от черного олигарха. И поэтому он превращается в этот момент в какую-то звероподобную... Нет, он же оборотень. Он превращается, потому что он оборотень. Тут по-настоящему смешная шутка. Первая за все это время. Вервольфен, да. Хорошо, ну и что? Знаете, что смотрите? Держите крепче, говорит человек Грызлов. Это же оборотень. Дальше самое смешное. Они оборотень только в погонах. Без погона необычные люди. Сдирают погоны и, всеков, превращается в обычную. Как только, слушайте, со зверя содрать погоны, говорит человек Грызлов, он превращается в обычного человека. Таким образом, они со зверя срывают погоны. И он делается просто человеком, и его легко победить. Это поразительно. Человек Грызлов победил. И снова получается метка. И снова метка в виде погонов. Черный олигарх, который действует из Великобритании, продолжает бороться. Нет, 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 этот Грызлов думает, что черный олигарх вернулся. И говорит, зачем он вернулся, не нравится это все. А шофер все знает и говорит, может, у него деньги закончились. У него закончились деньги, поэтому он послал Евсюкова ограбить кассу в гастрономию. Вот почему черный олигарх. Все, теперь все сложилось, слава богу. Грызлов воспарил, все хорошо. Это вторая серия. Каждый раз, когда новая серия появится, мы будем вас каким-то образом с этим знакомить. Пошли. Ликвидируют 24 деревни на территории Москвы. Слыхали про это? Я не слыхала ни разу о деревнях, которые есть. Ресин сказал. Цитата. По нашим планам, 24 деревни будут превращены в современные кварталы, которые будут носить прежнее название этих деревень, сообщил Ресин. Да, по этим словам мымрики всякие. По его словам, остальные 12 деревень будут сохранены, в них будут построены коттеджи. Вот, я знаю только одну деревню здесь в Мневниках у нас, которая должна стать частью Диснейленда. Я предложил бы ее вообще. Здесь в Мневниках есть и как будто бы и Диснейленд. Может, мужик с самоваром оттуда? Там в Мневниках, кроме хирурга, которому теперь стал наведываться Путин. Там есть деревня. Там есть деревня, реальная фактическая деревня. Хорошая, красивая деревня. И поскольку ее собирались сносить, дабы построить Диснейленд, мне казалось всегда гораздо более органичным оставить деревню и сделать ее Диснейлендом. То есть ты въезжаешь. Понимаете, в чем дело? То есть не надо строить деревню индейцев, допустим, как это делается в Орландо. А вы можете прямо уже считать, что она есть. И Диснейленд уже есть, товарищи. Диснейленд уже де-факто существует, конечно. Зачем вам строить Новгород? Надо только огородить его как-то. Поезд маленький игрушечный послать по периметру и продавать. Билеты за вход. Деревня уже есть. И тут нет никаких проблем. Хорошо, оказывается, их много. 24 и 12 оставят, 24 уничтожат. Всего деревень в Москве 36 осталось. То есть мы все правильно понимаем. Это в пределах территории Г-Москвы. В пределах Г-Москвы. В Г-Москве 36 деревень, насчитал Ресин. Ну что, он лучше нас знает, правильно? Еще забавно. Это параллельный мир, подождите. Параллельный мир, конечно. Там поют петухи, там колосятся зерновые, понимаете? Колосятся озимые. Не побоюсь этого слова. Не побоюсь этого слова. Колосовые. Подождите, дайте мне вспомнить. Там баба скотину обрежает. Все мои познания в сельском хозяйстве, кроме рукколы. Значит, там рукколы, безусловно. А также озимые, яровые, колосовые. И зерновые, черт бы их задал. И все это одно и то же в результате. Все равно. Понимаете? Верховный суд Индии отказался поддержать введение смертной казни с помощью смертельной инъекции вместо повешения, сообщает газета Ру. Судьи отклонили ходатайство. Оказывается, они считают, что повешение гораздо лучше инъекции, если смертная казнь. Вы бы как вот все-таки считаете? Вот очень странно. Это какая-то ментальная разница. Потому что мне очевидным кажется, что проще инъекции, конечно. Инъекция легче. Индусы считают, что менее болезненно и, безусловно, очень быстро, мгновенно. И очень назидательно. И очень назидательно через повешение. Да, да, да. Смотрите дальше. Значит, первая леди Топлес, это мы по каким-то сообщениям хотим пробежаться. Это по Берлусконе уже. По Берлусконе. Первая леди Топлес будет, Сильвия Берлусконе, поскольку он разводится с женой, у него нет хозяйки, которая примет жен первых леди всевозможных из Г-8. Когда Г-8 подоедет, у них, они с женами. И должна быть хозяйка женская. А то жены разбредутся, будут тыркаться непонятно. Они так-то тыркаются, а тут-то еще. Слушай, значит, и Г-8, когда, Г-8, нужно, чтобы кто-то хозяйкой был. Ну, понятно, да? А то кто-нибудь возьмет на себя роль из страны принимающей. Еще бы. Кто-нибудь другой, да. Ну и слушайте. И он взял Мару Карфаню, которая сегодня, по крайней мере, я в газете газета ее вижу, фотографию. Но я не вижу ее здесь в Топлесе. А я вам ее хотите? Я это видал уже в интернете. Нет, спасибо. А вы хотели, чтобы вам в газетах... Я хотел, чтобы в газетах тоже Топлес, чтобы в армии бойцы развесили где-нибудь в кабинках туалетов. Ну, чтобы руссками... А вы уже видели. Я видел, она голая и такая вся напряженно голая такая. В масле все. Вся в масле она. Но она не совсем голая. То есть, это софт, можно сказать. Это на первой странице поиска Google. Не хардкор, нет, нет, нет. Не хардкор, нет. Она такая, в общем, она показывает, бюст показывает, молочные железы показывает и все такое. И она теперь будет первой леди. То есть, она министр у Берлускони. И в Г-8 она будет еще первой леди. И я думаю, что это не совсем как-то. Ну, а что бы вы предложили? Чего кому? В трек усилие делать-то теперь. Ну, не знаю. Попросить какую-то монашку какую-то. Зачем он берет именно эту? Зачем же он? Ну, какую-то приличнее, чтобы. Потому что разные же там в Г-8. Есть люди, которые такие, в общем. Построже нравов, чем Берлускони. И чего она? А они берут деваху, которая чужда предрассудков. У нее такой открытый мозг. Понимаете? И много чего еще открытого. Железы там открытые и так далее. Может быть, там это кому-то и не понравится. Понимаете? Это ведет людей сейчас каким-то образом в соблазн. Ну, до такой степени. Покажи, скажите, покажи. Она же будет с тетеньками ходить. Она же будет им экскурсии в Ватикан организовывать. О чем вы говорите? Она же хозяинка, она же для котеней. Я думаю, что если... Послушайте, если человека видели голым, потом сколько он не одевается, его все равно уже видят голым. Это как с Аскуратовым, я вам хочу сказать. Это как с Аскуратовым. Тут ты не можешь сказать, я уже оделся, извини, брат. Ты оделся, сколько хочешь одевайся. Теперь можешь, пожалуйста, в тулупе все время ходить. Никто не волнует. Все все равно помнят, что это самое... Как Марина с Аликой говорят тебе, ну, ты как хочешь. Они уже, когда 52-я минута, они уже, так сказать, он уже пятый пот сошел. И они говорят, ну, ты как хочешь. Вот. А он говорит, да вот так. То есть он способен... На вашу смотри. Он способен долго не реагировать, да. Так что, вот так, как вы делаете. Вот так и хорошо. Ага. Вот. Так что, 10 часов 15 минут. С этой Г-8 у меня большие сомнения в целомудрии. Честное слово, большие сомнения. 10 часов 15 минут. Поехали дальше. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Экономика по-русски на этой неделе. С понедельника по пятницу в 12.00 на РСН. Главные экономисты крупнейших изданий вместе с профессором Никитой Кричевским говорят о самом важном. Опережая экономические события. В ближайшей программе. Редактор отдела экономики газеты «Аргументы и факты» Виктория Никитина. Экономика по-русски в 12.00 на РСН. Зачем жили до нас на земле 85 миллиардов людей? Что осталось от их любви, веры, страха и надежды? Почему произошли 15 тысяч воин? Ответы ищем вместе. Игорь Воеводин в программе «Точка невозврата». По пятницам с 10 вечера и до полуночи. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. В рамках... В рамках... Мы стараемся как-то помогать, приспешиваться как-то и быть полезными. В рамках февронического дня. Сегодня февронический день во всех смыслах. Вы, конечно, не можете об этом забыть. Я хотел бы напомнить эту историю дивную. Вы знаете, что Петр был младшим князем Павла... Младшим братом Павла, который... Павел был князем Рязанским. К его жене повадился летать змей. К жене повадился летать змей. Это так тогда называлось. И, значит... А Петр поразил змея. Поразил во всех смыслах, держа в руке меч. Да, он явился ему, я думаю, не в костюме зайчика, а как-то совершенно грозно. С мечом поразил. Но змей успел, улетая, испачкать его кровью своей змеиной. И Петр покрылся струбьями. Понятно, в чем дело? С струбьями. Понятно. Ну, все, значит, львиный лик и все, что положено. Да, да, да. Дело дрянь. Совершенно верно. Так дальше слушайте. А нашли девочку, эту февронию, которая была дочерью пасечника и говорила с детьми на птичьем, собачьем языке и так далее, каком хочешь. Подобно детям Маугли, которых сейчас в Благовещенске находят. Но она говорила еще вдобавок и по-русски тоже. Сейчас скажу, как она говорила. Смотри, пожалуйста. Внимание. Аз есмь, хотя врачевате, но имение не требуя от него приятия. Имам же к нему слово таково. А щебо не имам быть и супруга ему, не требя мы есть врачевате его. Ясно, нет? Ну, так. В общих чертах. Послушайте, она говорила по-русски вот так. Вы извините за февронию, тут ничего не поделаешь. Старуха была чуточка, то есть, в смысле, она была чуточку старомодной. Но это давно, потому что было. Слушайте внимание. Она сказала, он же говорит, юноша пришел к ней, к февронии. Говорит, избавь Петра от струбьев. Он весь в струбьях. И привезоша его в дом той, в нем же есть девица, и посла к ней отрок своих глаголя. Повежь ми, девица, и кто есть, хотя мя уврачевате. Да уврачует мя и возьмет именья много. Именья много. То есть, бабла ему, ей совал бабла. Ну, ага, да. Девахи, он говорит. Врачам. А? Врачам же, их же принято благодарить. Коррупция. Да. Но это коммерческая медицина просто. Нет, коммерческая медицина. Слушай, дальше она говорит. Она же не обинуясь рече. Не обинуясь. А что это такое? Не обиделась? Вы по-русски будете говорить когда-нибудь? Обинуясь. Да. Не обинуясь рече. Аз есим, хотя и врачевате, но имение не требуя от него приятия. Это непонятно, да. Она говорит, денег мне не надо от Петра. Он в струпьях стоит весь. В струпьях так есть. Представляете, как это эротично? Это невероятно эротично. Проникнуто бесконечным эротизмом. Сцена проникнута бесконечным эротизмом. Слушайте дальше. Имам же к нему слово таково, двоеточие. А щебо не имам быть и супруга, ему не требуем и есть врачеваты его. А? Уела? Либо, говорит, замуж берет, либо не лечу. Ясно? Вот так вот. Вот это по-бабье. Вот это строго. Понятно? И пришед человек, той поведа князю своему, як же рече девица. Князь же Петр, як они береги словеси я и помысли, как о князе суще древолазца, чьи пояти себе жену. Слышите, да, о чем речь? Древолазец это... Он бортник, он лазил на деревья, мед собирал. Древолазцу, чьи пояти себе жену. Жену. А не найти... Пусть прочует уже, с него струпья сыпятся, понимаете, нет? Да. Ну, а дальше там нормально. Да учредят князю вашему баню и да помазуют сим по телу своему и даже суп струпы и язвы. Один струп да оставит не помазан. Слышали? Внимание, внимание. Это очень по бизнес... Это бизнес-леди была. Она говорит, Феврония ему говорит. Аща един струп да оставит не помазан. То есть струпья помажь и отвалятся струпья, и кожа будет чистая. А един струп оставит не помазан. Настя! Да? Она оставляет... Трояна. Трояна оставляет у него в теле. Понятно? Чтобы... Если что? Если что, чтобы снова его заразить. И он... А он зачем ее слушается? Вот вопрос. Так нет. Петр, иди в баню, мыйтесь, а и по велениям девицы помазанием помазуя язвы и струпы своя, и един струп оставя не помазан по повелению девицы. Един струп оставя не помазан. Изыди же из бани, ничто же, болезненно пострада, наутрие же узре... Наутрие, извините, узре, все тело здраво и гладко. Разве единого струпа? Ибо же не помазан по повелению девицы один струп. И дивляша со скорому исцелению. И так далее. И потом он ей говорит, вали-ка ты отсюда. А? И дальше, слушайте, что проходит. Князь же Петр поехал во отчину свою град Муром, здравствуя. На нем же един был струп, ежебы не помазан по велениям девичьим. И от того струпа начаша многие струпы расходиться на теле его от первого же дни. Вон же поехал во отчину свою и бысть, а струплен многими язвами, якожебея первие. Понятно, да? Да. Вы русский понимаете? Да, нет, я уже практически во славу. В тихонечку входите. Товарищи, кто русский не понимает, вы можете на время пока спеть что-нибудь там не знаю. И пак и возвратись на готовое исцеление к девице, якожи приспев дом. То есть она оставила ему один струп. Когда он уехал домой, здоровенький и счастливенький с одним струпом, но не женившись на ней, покрылся опять весь струпьями. И, якожи приспев дом, я со студом посла к ней, прося врачеванье, она же немало гневу продержа в рече, аще будет, миссу пружник, да будет уврачован. Он же с твердостью слова дав ей, якожи мать, паять ее в жену себе. Сия же паки, якожи и прежде, тоже врачеванье даст ему, ежепреди писах. Он же вскоре исцеление получи и паятью в жену себе, таково же виной бысть февронья княгини. Вот. Понятно, нет? Каждая, та история мне очень подходящая для такого празднества, якого день любови до верности. Какой-то в степени день струпьев, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Но зато потом они дико любили друг друга. Дико любили. Единственное, что у нее была привычка... Так всегда и бывает, Сергей, вы не знаете. Нет, сейчас объясню. У нее была привычка очень удивительная. И, кстати, я за февронью, правильно, с князьями так и надо, что их, как говорится, правильно? А то по матросице бросить на утро, с утра, с вечера. Тут же новость такая на ленте. Супруга мэра Москвы Елена Батурина зарабатывает в тысячу раз больше мужа. В тысячу сто раз, пишет сегодняшний коммерсант, да. Сложите внимание. Значит, они полюбили друг друга, но у нее была привычка стыдная для боярынь. Болярани, как пишут, значит, в летописи. Она крошки со стола собирала. А я думала, любила трепуху есть. Нет, крошки, крошки, крошки. Она собирала крошки со стола. Да, они говорят, что нам стыдно ей подчиняться, значит, потому что она крошки собирала. И они говорят, что дай нам другую княгиню, очень строго, значит, сказали, бояре, потому что крошки собирает. А Петр ее как-то заставил разжать кулак, куда она крошки собирала, и там был елей. То есть она крошки собирала, и он в елей превращался. Эти крошки превращались. Вот так-то вот. Значит, нет, потом они жили, сейчас и умерли, все такое, такое, такое. Ну, вот эти струпья, они добавляют эротизма или нет для вас? Как вот, скажите мне? Они отбавляют немного. Немножко... Да, но в общем, может быть, так и должно быть, ведь эротизм, это же не то, к чему мы примемся. Нет? А, то есть наоборот, то есть, кажется, они убирают ложный эротизм. Они убирают из этой истории ложный эротизм. С праздником всех, товарищи! Обзор прессы, погнали дальше. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Вырваться из будничной суеты. Хоть на несколько дней забыть о повседневных проблемах. Уделите время себе и своим любимым. Проведите уикенд в пятизвездной гостинице Петр Первый в центре Москвы. Вас ждет уютный номер на двоих. Ужин при свечах в ресторане Романов. Завтрак в постель. Хамам, бассейн и тренажерный зал. Стоимость размещения 4 250 рублей в сутки на одного гостя. Выходные в гостинице Петр Первый. Оазис спокойствия в центре Москвы. Телефон 925-3050. Предложение действительно с пятницы по воскресенье при двухместном размещении. Телефон рекламной службы 913-9963. С понедельника по четверг ежедневно в 9 вечера. Все главные в отечественной журналистике. Главные редакторы газет, журналов, телеканалов, интернет-ресурсов. В прямом эфире русской службы новостей. Понедельник, вторник, среда, четверг. Девять вечера. Главреды на линии. Сегодня в 9. Журналист, заведующий отделом политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем. Даренко. Найросен. Обзор печати. С Анастасией Аножко. Настя, давайте обзор, ура. Грызловмен.ком. Нас спрашивают несколько, где найти человека Грызлова. Грызловмен.ком. Сидит он в Торонто на сервере, который называется «Сладкая корова», да, по-моему? Да, что-то так. Или что-то в этом роде. Нет, толстая корова. Толстая корова. Фэт кол. Ну и сервер. Хорошо, давайте. Ага, что же с прессой? Да, ну с прессой. В общем, Барак Обама сегодня у нас уже отбыл, видимо. Но все газеты описывают вчерашний день, в том числе утренний чай в Новоогорёве вместе с премьером Путиным. Там фотографии в комсомолке особенно хорошие, там вот этот вот мужчина, который разгонял пар в самоваре. А еще Владимир Путин, об этом почти все газеты написали, вчера посетил Мневники, и там хирурга, то есть ночных волков. На самом деле там был повод повидаться, потому что идет мото-пробег, и закончится он в Севастополе. А вы знаете, что мы опекаем самым тщательным образом все это? Да, 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 конечно. Мы в смысле радиостанции. Радиостанции, да. А, да, но Путин признался, там услышали журналистов, что он вздохнул, сказал, надо как-нибудь заехать туда подольше посидеть. В общем, ему понравилось. Ой, там хорошо, Владимир Владимирович, я туда ездил сто раз просто переговоры проводить. Значит, подают совсем невкусное, теперь открывают только в шесть, но атмосфера действительно гениальная. Так классно там сидеть. Да, 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 совершенно. Ну, да, да, да. Это размороженных креветок, каких-то странных. Пиво хорошее, кстати. Может, Владимир Владимирович захочет неотфильтрованного какого-нибудь, надо просить прям сразу. Да, еще сегодня из политических, больших политических новостей. Большая восьмерка начинает свою работу сегодня. И об этом пишут все тоже издания. Она будет теперь уже немного в расширенном составе. Там, на самом деле, больше восьми государств будет представлена. Аберлускони, об этом пишет газета. Газета решила проблему первой леди. Он пригласил на время проведения G8 одну из своих министров, которая, в общем, в прошлом была топ-моделью. Которая в интернете полно показывает молочные железы и всячески извивается. Топ-люса, много фотографий. Извивается всячески. А сейчас она министр равных возможностей, ей пока все еще 33 года. А ей 33. Она выглядит чуть старше. Извините. А, ну вот, хорошо. Видите, Вячеслав Прокофьев в российской газете, да, как раз тоже об этом G8 пишет. Про черкизовский рынок очень много всего. Там люди, которые легальные мигранты, со всеми разрешениями, приходят каждый день к дверям этого рынка и ждут, что будет. И что будет с их товаром в том числе. Вот накануне утром они пытались перекрыть Щелковское шоссе. Видимо, чтобы привлечь внимание вот к своей судьбе, к судьбе своего товара, не очень понятно. Но милиционеры пресекли эту попытку, зато пресса сегодня все равно все об этом написала. Но это все на фоне того, что черкизовский рынок вот вроде как на 90 дней сейчас закрыли. Там ведутся всяческие проверки против каких-то предприятий дела. В общем, это и в любой газете, в том числе в новой об этом большой подробный репортаж. А также новая газета рассказывает, что губернатор Московской области подписал постановление о том, что просека в Химкинском лесе для трассы Москва-Псербург будет не больше 100 метров. Вы изоблечены в лоббировании новой газеты, потому что все газеты об этом написали вчера. Ха-ха. Извините, да. Ничего страшного, ничего страшного. Новая газета вчера не было. Да-да, она сегодня вышла. Какая нежность. Недельник, среда. Такое отношение. Да-да. И коммерсант, по-моему, любопытную статью написал о том, что общество по защите авторских прав пытается из гостиниц десятую долю выручки получить за то, что у них радио и телевизоры стоят в номерах. И что они устраивают это общественное место, там концерты, музыка и все такое. А гостиницы и не думали платить об этом в коммерсанте. 10 часов 30 минут. Новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Слушайте, Настя, я подвергся критике и застеснялся, и устыдился, и правильно, мне пишет, например, Иннокентий. А нет, не Иннокентий, господин Иннокентий пишет про лужники, боже мой, это ерунда. Иннокентий, почитайте, сегодня в коммерсанте сказано о том, что Елена Батурина добывает, ну, в смысле, приносит доходу в семью Батуриных, в год, в 1100 раз больше, чем ее муж Юрий Михайлович. В 1100 раз больше она добывает денежек. Сколько там, 7 миллиардов, что-то такое? А, рублей. Да, еще в российской газете. Ну, там, да, все опубликовали, это, в общем, неинтересно, по-настоящему, если честно, это потому что, потому что мы всегда были уверены в... Такой капитан очевидность. И, между прочим, косит, просто не глядя на авторитеты. И, во-вторых, что и муж постоянно мешает, по его словам. Он мешает Елене Батуриной вести бизнес. Да. То есть, смотрите, с гирей на ногах, с мужем, который мешает, с кризисом мировым, вот с этой невероятной гирей, она делает по 7 миллиардов там с чем-то, так сказать, там в год. Очевидно, что если бы ей не мешал муж, если бы она была простая, Дуся Фарточкина, допустим, и так далее, так она бы делала, может быть, по 700 миллиардов в год бы. Понимаете? А? Ну, это понятно. Но мы же увидим, это еще когда-нибудь размахнется по-настоящему. Слушайте, а на меня обвиняет святой Серафим, я думаю, Серафим меня обвиняет. И хорошо бы, чтобы Серафим позвонил бы. Вы можете 788-107-0 набрать, Серафим? Это московский номер. Я не знаю, откуда вы нас слушаете, Серафим пишет. И еще ряд слушателей говорят, что это им за Февронию, чего это вдруг обидно стало. Я бы предложил пару реплик обменяться все-таки. Мне кажется, что я не пытался никого обидеть, но с точки зрения сегодняшней бизнес-этики, поступок Февронии выглядит, безусловно, как предусмотрительность. Посмотрите, излечив, она сказала... А в чем вас обвиняет? Ну, что я глумливо говорю о Февронии. Я не говорю глумливо, я, краснооборот, восхищаюсь ее предусмотрительностью. Посмотрите, что она сказала. Он принял за глумливость вот этот древнерусский язык, может быть? Наверное. Он говорит не имам, а имам. Ну, еще раз. 788-107-0. Серафим. Ну, что вы, и сорвался. Серафим, 788-107-0. Позвоните, пожалуйста, Серафим. И, пожалуйста, кто-нибудь, кто может мне объяснить поступок Февронии, я объясняю его как предусмотрительность невероятную. Потому что, посмотрите, что она делает. Первое. Она говорит, да, я могу излечить, но только если ты возьмешь меня в жены, она говорит. Только и исключительно в этом случае, она говорит. Вы обратили внимание? Дальше. Она ему не верит изначально. Она говорит, один струп на теле оставь. Оставь один струп. И когда он не берет ее в жены, мгновенно от этого струпа покрывается струпьями весь. То есть, она, видите, она дважды предусмотрительна. Она человек стратегического мышления, стратагем, да? Она потрясающая женщина, эта Феврония. Несмотря что отец ее древолазец, бортник, который лазит за медом, она уникальна, она удивительна. Согласитесь, что это бизнес мышления современности, она являет нам 21 век тогда, в древности. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Да, товарищ, уже вы в эфире давно. Где же вы? Алло. И знаете, почему взял? Потому что из Германии звонит. Я подумал, может, Серафим там сидит. Но нет связи, да? Алло, 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 алло. Это не Серафим, но все равно. А вы из Германии, что ли, 49-й код? Нет, это из Америки. Из Америки, значит, скайп вас кидает через Германию. Да. Да, расскажите, пожалуйста, ведь это предусмотрительность. Как вас зовут? Владимир меня зовут. Да, Владимир. Вообще интересно. И вы читаете так бодренько, хорошо так читаете. Это связано со свойством нервной системы. Да, я очень быстро вижу. Это интересно, интересно вообще, с интересом слушаю вас. Но вот когда вы говорите про молочные железы, вы были как-то по-другому. Прелести женские там или что-то. Молочные железы, безусловно, нейтральное слово, когда я говорю о министре, которого берлосконе сейчас. Мы не должны менять тему. Это очень тонко. Это у вас английский юмор. Нет, Владимир. Какой вы Владимир? Владимир пытается проанализировать мою передачу. Передача не... Сейчас мы не об этом говорим, Владимир. Даже, несмотря на уважение к вашему дальнему звонку через Германию из Америки, я не согласен обсуждать передачу. Я все-таки хотел спросить, научите меня, пожалуйста, в чем... То есть я рассматриваю поступок Февронии именно как предупредительность. И вот я точно могу, точно, абсолютно сказать, что именно я подразумеваю и имею в виду. Без глумления, без всякого. Она, первое, отказывается от имущества. Когда ей говорят, имущество получишь, имение, да, ну, в смысле деньги. Она говорит, нет, только возьми меня в жены. Это единственное условие излечения. Понимаете? Если бы каждый из нас женился всякий раз на терапевте, полагаю, у многих был бы большой выводок жен, согласитесь. Терапевт остался бы один, Сергей. Терапевт, а если на дерматологах на всех жениться, можете себе представить себе количество дерматологов? Надо быть верным и иметь одного дерматолога. Ну, так, надо еще и заражаться. На всех врачах. Надо еще и заражаться от змея, согласитесь. Змей бегал к жене его брата, и он заразился от змея. Змей брызнул на него кровью. Это была зараженная кровь змея. Когда он поверг змея, как вы знаете, попрал его всячески и так далее. И в этот момент испачкался его кровью, и пошли струпья. И он должен жениться на дерматологе. В этом условии излечения. Это не так-то просто, согласитесь. Если вы будете жениться на дерматологах, кардиологах, а также терапевтах, а может быть на донтистах еще добавок, то обнаружится количество жен выше, чем среднее по стране. Понимаете? Это абсолютно очевидная вещь. Я тут не пытаюсь глумиться. Я пытаюсь быть математиком. 7-8-8-107-0. Поясните. Но она ему оставляет один струп на теле. Именно строго говорит. Один струп не маш. А потом обнаруживается, что в этом была гарантия. То есть это гарантировало сделку. Алло, здравствуйте. Потому что как только он не женится, он вновь исходит с трупьями. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Александр. Александр, поясните, пожалуйста. Это предусмотрительность, не правда ли? Смотрите, вы послушайте, я вам быстренько поясню. Да. Во-первых, есть такое понятие, как Дух Святой. Да. Севрония уже была наделена этим даром. И она отдает этот дар будущему своему супругу. Для того, чтобы всем остальным показать чудо, которое она явит на нем дважды. А можно вопрос походу? Почему она просто не вылечит? Подождите. А он, будучи обычным, слабым человеком, подверженным страстям, естественно, не совершает своего обещания. Она его опять излечивает потом. Тем самым показывает чудеса именно Духа Святого и Его Уграя. Александр, простите. Мы с вами, например, наделены чудом, даром от Духа Святого. Не дай Бог, вы что говорите такое? Вы знаете, что это чудо? Нет, нет, об этом даже не будем говорить. Ну почему? Ну почему? Ну все в руцах Божьих, и вам дан такой дар. Я не могу об этом говорить. Ну не важно, не важно. У вас есть что-то, у вас есть что-то. Секунду, Александр. Просто у вас есть что-то чудом, чудом, Божьей волей, что вы можете дать добрым людям вокруг себя. Пусть не у вас, у кого-то икс. Почему вы ставите условия, разве не безусловно дал вам Господь, и вы безусловно должны дарить? Смотрите, если она так сделала, обладая чудом и чудотворением, значит, ей это разрешили. Люди, которые знают, что такое чудо и как происходит, они даже такие вопросы не будут задавать. А вот судить об этом очень сложно. И поэтому не надо. Почему просто не вылечила? Не могла она, такое у нее было предназначение. Если бы вы полностью почитали их историю, съездили бы в Муром. Я бросал всю рукопись. Я, правда, в Муром не ездил. Ездите в Муром, поговорите с батюшками, они вам все расскажут. Я жил там совсем рядом в Саваслейке, там гарнизон есть рядом с Саваслейкой, знаете, рядом с Выксой и Муромом. Знаю, да, очень хороший город. Знаете, я вам вот что скажу. Вся эта история с Петром и Февронией специально была сделана для России, чтобы люди потом на их примере учились. Я вам еще одну историю быстро расскажу. Давайте. Однажды они ехали, Петр и Феврония, ну, на корабле по речке. В лодке. В лодке, знаете эту историю, да? И один из, так вот, как она мудро ему ответила, один из слуг, ну, соблазнился о ней. Не бесспорно. Сказал, начал на нее глазеть, можно сказать. Не бесспорно, Александр, не бесспорно. Она ответила не бесспорно. Вспомните ее ответ. Когда на нее стал глазеть, как вы, ну, Женя, посмотришь. Нет, вы берите стуль. Посмотришь, посмотришь, посмотришь с вожделением лодочника. Она ему сказала, испей справа от лодки и слева от лодки. Да, разницы нет. Так же и женщины похожи. Александр, мы с вами знаем, что они не похожи. Секунду. Она этим самым сказала ему, найди свою единственную, не греши и не блуди. Вот же смысл в чем. А не в том, что все женщины похожи. Суть женщины в рождении, продолжении рода, в том даре, который Господь дает, продолжение рода человеческий. А мужчина должен выбрать одну женщину и не смотреть на другие. Усматриваю. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что я усматриваю здесь некое иную наущение. Она сказала, что справа от лодки, что слева от лодки вода одинаковая. И дальше. Так уже и жена каждая есть одинаковая. Конечно. Для одного мужчины одна жена одинаковая, другой не смотри, выбрав единую. Вот что она имела в виду. Она имела в виду, что если и запьешь с другой стороны, то выйдет то же самое. Нет, вы о чем вы говорите? Ну, это вот как раз уже от лукавого. Да? Конечно. Возможно, я чуточку критичен. Спасибо вам большое за научение. Спасибо. Александр научил меня, и теперь я запру свою критичность и более не буду критичным. Но она сказала, испей с одной стороны лодки, а затем испей с другой стороны лодки. И скажи, разного ли вкуса вода? Лодочник ответил, вода одинаковая. Она говорит, так же и жена одинаковая. Что, пробуй, 30, и вот, как Александр Сергеевич Пушкин. Вы срываетесь, Сергей, опять, вы только что пообещали Александру. Нет, а все будет едино, она говорит, по-любому, говорит, чего, говорит, они все одинаковые-то, мол. Чего ж ты, говорит, пялишься-то, да? Вот, и все. Хорошо, я все, я лишен критичности сознания. Далее буду абсолютно, в следующие 6 минут я буду наивным. 10 часов 44 минуты, погнали. В эфире «Русская служба новостей». Радио РСЛ. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. С Анастасией Аножко. В эту среду эксклюзивная стенограмма допроса инкассатора Александра Шурмана. Автор статьи, редактор регионального отдела комсомольской правды Стас Бабицкий, знает, что рассказал преступник, укравший 250 миллионов рублей. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневные консультации на РСН ведет народный адвокат. В эту среду председатель Московской коллегии адвокатов, юрист Андрей Князев. Звоните с 11.30 до 12. РСН. Русская служба новостей. Подъем. По вопросу по прессе, которая сейчас пишет о визите Обамы, есть у меня два вопроса, которые мы не охватили, не обсуждали. Они оба интересные. Первое. Зачем он встречался с институтами гражданского, с представителями гражданского общества? Значит, на самом деле, вопрос заключается в следующем. Я заострю. Настя, он встречался для своих или для наших? Он встречался для, я имею в виду, для них, для институтов гражданского общества, или он для отмазки с ними встречался? Потому что абсолютно впечатление, что он встречался для отмазки. А тогда зачем встречался? Перед кем эта игра? Перед кем этот подход к клетке с попугаем? Понимаете, да? То есть это был подход к клетке с попугаем. Абсолютно. Они ему задавали вопросы, он уходил, он ничего не сообщил, он им поулыбался и ушел. Для чего вообще этот спектакль? Вообще, в принципе? Надо же чем-то заполнять деньги. Очень давно, и я, кажется, это уже публиковал, то есть я это уже говорил в эфире, поэтому я не спрашиваю разрешения Григория Алексеевича Явлинского. Мы однажды с Григорием Алексеевичем обсуждали эту тему, и Григорий Алексеевич сказал, Григорий Явлинский, к которому я отношусь с огромной симпатией лично, сказал, что оппозицию держат как клетку с попугаем, которые подводят, снимают черную тряпку, оппозиция кричит «Путин дурак», после чего, значит, черную тряпку назад надевают. Собственно, в этом трюк. Григорий Алексеевич говорил об этом с горечью, видимо, полагая себя в этой клетке. И вот, собственно, да. Ну и вчера, значит, посовершили подвод Обамы к клетке с попугаем, сняли черную ткань, значит, Немцов прокричал «Путин дурак», после чего, значит, надели черную ткань, и на этом дело кончилось. Для кого это все? Для кого шоу? Кто купил билеты на это шоу? Для кого? Точно не для Немцова. Значит, 100% не для Немцова. 100 на 100. Для кого это шоу? Для своих, конечно. Для своих? Я просто предлагаю представить нам себе ситуацию, что Дмитрий Медведев ездит в какую-нибудь страну, допустим, даже очень большую, крупную, но на другом полушарии, недалекую для среднего россиянина. Да. Там у него какая-то программа на два дня. Угу. В первый день он встречается с руководством, естественно, своего уровня, на высшем уровне. И вот в этой программе нам сообщают потом, что и вот он и встретился. А поскольку у нас в стране идеология демократия и свобода. Это же пытался делать Ельцин, когда встречался с Россом Перо, вы помните, да? Ельцин пытался делать в Америке, когда он встречался с Россом Перо. И даже конфуз вышел такой, когда, я не знаю, кто такой Россом Перо, сказал Костиков, имея в виду другое. Он знал, безусловно, он просто там, там, ну, я не буду сейчас объяснять, там конфуз вышел. Ну, вроде как фигура не такого значения, да? Да, 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 да. Значит, он встречался с Россом Перо и должен был встречаться с Россом Перо в любом случае. Это был знак, эстеблишмента, что Ельцин встречается с оппозицией. Но это для кого делается-то? Вот во мне по барабану, что он с Россом Перо встречался. Понимаешь, я не вижу в этом ни проявления воли, ни проявления силы. В стране... Нет, брат, ты встретился с повстанческим комитетом, как ты думаешь, пожалуйста, дай его возглавь, я не знаю, там, в конце, разбив бутылки, сделав розочки, броситесь на Кремль, что-нибудь сделаете, елки, или что вы там встречаетесь? Слюни пускать там. Собрались, слюни напускали, разошлись. Но для них слово оппозиция и вообще... Я не понял. Совершенно другое значение имеет, чем для нас, в их сознании. Значит, что делал вчера? Вчера делал Обама следующее. Он их кастрировал просто, там, публично. Всю эту оппозицию, произошла самокастрация, и те, кто не успел самокастрироваться, был кастрирован в дополнение Обамой. Все. Для чего этот спектакль, я не понимаю. Вообще не понимаю просто. Ну, хорошо, дальше, слушайте, все. Я не могу гневаться все время на Обаму, потому что в какой-то момент я должен разгневаться на него по-настоящему. Значит, я считаю, абсолютно, он при всем при том абсолютно больно сделал с шуткой про Аляску. Абсолютно больно и неприятно сделал. Он не столько по-аляске, я не реваншист, я не собираюсь говорить, отдавай-ка землицу, отдавай-ка родимую взад, петь. Я не собираюсь, знаете, как в известной песне. Да. Аляске мы лишились, лишились легально, мы ее переуступили, как известно. И этого уже не вернешь, и все, и все, и очень хорошо, и ничего страшного, так сказать. Мы когда-то с Испанией граничили в Калифорнии, как вы знаете. У нас была общая граница с Испанией в Калифорнии. Ничего-ничего, это история, хорошо, все, проехали. Значит, я просто хочу напомнить, что мы отдавали Аляску, как написано в текстах договоров, не имея возможности осваивать и защищать. И если эта шутка намек на дальнейшее, смотрите, что говорит Обама. Вспоминая историю торговых отношений России и США, вспоминая историю отношений России и США, Обама сказал, между прочим, вы заключили с нами отличную сделку по Аляске, спасибо вам. Там написано, не имея возможности, это уже не Обама, я дальше говорю, да, это была цитата. Значит, не имея возможности осваивать и защищать император, его величество, его величество, всего великое, белое, малое, трататы и княжество финляндского, уступает. Сидз, the territory called Alaska. Понимаете? Значит, мы уступили, не имея, по-настоящему делу, не в 7 миллионах рублей. Мы не могли ее защищать, мы не могли осуществлять суверенитет. Вот в чем была проблема с Аляской. Это не проблема. Если вы думаете, что продажа Аляски это история алчности, это неправда. История Аляски это история беспомощности России. Мы не могли ее осваивать и защищать. Нет, не могли. И поэтому отдали. И намек Обамы на то, что это и есть хороший пример отношений, что хочет Обама. Не имея возможности осваивать и защищать, мы передаем территорию called Камчатка. Не имея возможности осваивать и защищать, мы передаем, переуступаем территорию called Чукотка. Не имея возможности осваивать и защищать, мы передаем для освоения защиты территорию called Западная Сибирия, Western Siberia. Этого хочет Обама? Чего он хочет? Я думаю, это была какая-то заготовленная шутка. Это проговорка или намек? Это проговорка или намек, я спрашиваю. Обама, когда говорит, вот хороший пример отношений, это проговорка, случайная оговорка, это неудачная шутка или это намек? Потому что в договоре о продаже Аляски, так называемом, нет никакой продажи. Это дополнительный протокол про 7 миллионов. На самом деле мы уступаем эту землю, потому что мы не имеем возможности ее защищать и осваивать. Это намек 6600691. Это просто неудачная шутка 6600692. Это просто намек, явственный намек. Его величество, великое, белое, малое, княжество финляндского уступает территорию колты Аляска, не имея возможности его осваивать и защищать. Это намек 6600691. Это просто неудачная шутка Обамы, просто ну слетела с языка. 6600692. Мы с вами движемся дальше, уже на рубрике «В движении» я приму 1-2 звонка и спрошу вас, это намек или это оговорка Обамы? Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. У вас болят суставы? Вы решили, что больше не можете жить с болью? Пройдите процедуру криоблокада. В больной сустав вводится жидкий азот, блокируются болевые рецепторы и вы не чувствуете боли долгие годы. Главное, процедура занимает не более часа. Пройдите процедуру криоблокады и избавьтесь от болей в суставах на долгие годы. Звоните и записывайтесь в очередь на процедуру по телефону 787-0303. 787-0303. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Русская служба новостей. Москва. 107-0-FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, в движении, в движении. Но я скажу вам о результатах голосования. Я скажу вам о результатах голосования. 88,4% усматривают намек и обидный намек. 88,4%. Это намек. Аляска, как правильный способ отношений между Россией и Америкой, Обама сказал, вот хороший пример хорошей сделки. Аляска. 88,4% считают, что это обидный намек. 11,6% считают, что это он просто неудачно пошутил, сорвалось языка. 11,6%. А он неудачно пошутил, сорвалось языка. А этот эдак, эдак, эдак еще что-нибудь сорвется с языка, И мы переуступим вообще все потихонечку. И Америка будет говорить, вот это и есть хороший пример отношений. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте. Да, вы считаете это намек или это оговорка? Я считаю это намек, тем более... А я, знаете, неожиданно думаю, как вас знать, как вас знать? Евгений, Евгений. Евгений, знаете, неожиданная мысль. Это обе вещи сразу. Это и проговорка, и намек. Это нечто, что идет просто от какого-то мозга костного. Да, тем более он человек неглупый. Неглупый, нет. Да, и чем-то признал, что он оратор. Да. Риторика, риторика у него все в водах. Да, это и намек, и проговорка одновременно. Это что-то, что сидит в костном мозге. Потому что вот очевидно... Вот правильно, вот, спасибо, Евгений. Вот правильный способ отношений между Америкой и Россией. Переуступать им территории. Аляска хороший пример отношений, говорит Обама. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Максим. Да, Максим. А вам не кажется, что это на будущее, он просто говорит, чтобы ему вопросы не задавали? Ну, потому что у них меняется политика и все остальное. А он заранее сказал, что вы, Россия-то, вы смотрите, вы не очень предстоятельны были когда-то. Вы нам продали вот это, вы... Переуступили, не имея возможности защищать и осваивать, да? Да, да, и поэтому у нас тоже... И это и есть хороший пример. Переуступите нам еще что-нибудь. Да, и с девочкой с намеком. И с девочкой с намеком, идущая откуда-то совсем из глубин. Вот как они видят правильные отношения с Россией. Вот правильные отношения, вот дружеские отношения. Вы все равно не можете осваивать свою землю. Вы все равно не можете ее защищать. Переуступите нам, как это было с Аляской. Такая хорошая форма отношений, роскошная форма дружбы, которую говорит нам Обама. Роскошно, роскошно, роскошно. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, мне сейчас едет. Где едете, что видите? Я еду сейчас по Волгоградке. В город свободно, хорошо еду. Все в порядке. У Обамы проговорка, вы думаете? Нет, ну конечно, это не проговорка. Я думаю, что это некая подготовка общественного мнения. Если же сделали это с китайцами, отдали острова, то просто общество должно быть готово к тому, что когда-то это решение будет принято. При том уровне коррумпированности власти, который сейчас ездит до самого верха, я думаю, это просто некая подготовка к сделке. Спасибо. Я напомню, что в 19 веке вопрос о Чукотке обсуждался тоже, чтобы вы понимали. То есть не только Аляска, но и Чукотка. Правда, правда, не очень упорно. Аляска обсуждалась упорно, передача Америки, не имея возможности осваивать и защищать владение императора на американском континенте вместе с прилежащими островами. Как будто есть варианты, что... Я обращусь к тексту, посмотрю. Значит, но без вод территориальных, кстати, отдавали сначала, потом уже как-то де-факто они взяли территориальные воды. Ну, одним словом, все это потихонечку. Но Чукотка, Настенька, тоже обсуждалась тогда, в 19 веке. Просто как-то руки не дошли. 10 часов 57 минут. Я оставляю вам Настю, которая ждет газетчика здесь, из «Комсомольской правды». Я оставляю вам спорт с Вячеславом Петровым. Я пойду и проживу ее эту среду. 8 июля. История. 9 июля. 14. 15.